Девушки отдыхают Это умные драгуны, легкие драгуны или еще так их называли зеленые драгуны Все мы помним фильм Патриот, прекрасный фильм с Мелом Гибсоном И там Мел Гибсон это был протагонист, это был главный герой, действительно патриот Во время войны за независимость в Соединенных Штатах Америки И самый главный антагонист, то есть противник Мела Гибсона Это были зеленые драгуны, а именно их предводитель, их командир этого, скажем так, подразделения Банастер Тарлтон Действительно был такой персонаж по истории Это был командир зеленых драгун, лоялистов Не буду вдаваться в эти подробности Расскажу больше о том, как создавались эти фигурки Вот эта фигурка была самая первая Мы долго думали, как создать конную фигурку из-за резинопластикового материала Так и так думали, чтобы эта фигурка стояла хорошо, чтобы она не клонилась И самое главное, чтобы наездник хорошо сидел в седле Для этого мы, во-первых, сделали подставки под круг коня Проверили, все работает хорошо, отлично конь стоит А также мы сделали специальные замки на всаднике И здесь сделали такие пазы в лошади И вот так он входит, как конструктор лего Идеально И вот можем перевернуть Ход не падает Но очень легко снимается с лошади Итак, если что, на нашем канале уже есть обзор конкретно на этого всадника И ссылочка будет в описании И, может быть, здесь вот всплывашки будут также посмотреть подробнее Прекрасно! Вот это была первая фигурка Добавить тут, пожалуй, больше нечего Ибо Михаил рассказал все, что можно Ну а вы разглядели всадника и его боевого товарища со всех сторон Плюс, как я уже сказал, ссылка на мой обзор этой фигурки есть в описании Вторая фигурка это всадник, тоже зеленый драгун, легкий с саблей боковой Этот драгун, как и другие, имеет под собой скакуна Который выполнен в индивидуальной позе Это очень здорово, что скульптор для каждого драгуна создал уникальную лошадку И что еще больше радует, это тот факт, что все лошади сделаны в динамике Ни капли статики нет и на фигурке зеленого драгуна А детализация достойна самых высших похвал, как по мне Однако из всей четверки именно этот боец мне кажется самым спорным Если так можно выразиться Не потому, что он плох, а из-за того, что поза у данной фигурки создана для соперника, очевидно же Другие же солдатики, будучи в одиночестве, смотрятся максимально завершенными Тут же не хватает оппонента, сто процентов Что думаете? Также мы сделали зеленого драгуна с ружью А вот этот представитель зеленых драгун создает впечатление полностью завершенной фигуры Да еще и максимально игровой Плюс нечасто встретишь в масштабе 1 к 32 кавалериста в такой безусловно интересной позе На мой вкус, это одна из лучших миниатюр этого набора С детализацией тут тоже все на уровне И это не может не радовать И самое главное, это сам фанастер Таргутер Вот он с пистолетом и с саблей Вот такая вот фигурка Ну и последний в сегодняшнем обзоре боец Конечно же по списку, ну никак не по значению Банастер Тарлтон Или если брать фильм Патриот, о котором упоминал Михаил Уильям Тавинтон Который является прототипом жестокого полковника Командиром британских драгун И главным антагонистом в фильме Однако, как по мне, фигурка, а точнее ее лицо Больше смахивает именно на Тарлтона На историческую личность Вот вам фотография для сравнения Как по мне, две капли воды Возможно, мне так кажется Что думаете, друзья? Ваше мнение жду в комментариях тут, на ютубе По части исполнения Позы, динамики, детализации Это лучшая фигурка из этой четверки Опять же, по моему скромному мнению Вы всегда можете с ним не соглашаться Но черт, как же здорово выглядит эта фигурка То есть у нас сейчас набор из четырех всадников На войну за независимость в Америке Это легкие зеленые драгуны Покупать можно как по отдельности Так и с копом всех сразу А можно и восемь всадников Если вам пригодится Что ж, друзья, вот такой на сегодня получился обзор Если рубрика понравилась, обязательно ставьте лайк Поддерживайте наше стремление делать что-то новое Что-то интересное Также комментируйте обязательно Ну и если вы первый раз здесь, подписывайтесь С вами был Алексей Ченышев Михаил Гликин Спасибо, ребята Всем добра Пока-пока-пока Пока-пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok